привет друзья мои я олеся медведева и настало время подводить итоги уходящего дня и знаете начиная вот с 24 февраля я очень часто заговариваюсь относительно дат потому что с того дня время как будто течет совсем иначе но тем не менее сегодня 27 мая и 93 день войны в украине главные новости по фронту шли в этот день из севера донецка глава городской администрации александр стрюк заявил что российские войска захватили гостиницу мир на северо-восточной окраине города к вечеру их россиян как заявляет стрюк удалось выбить но противник пытается захватить здание вновь то есть бои там понятное дело не закончены мэр также сообщил что россияне контролируют две трети периметра города то есть северодонецк по его словам находится в полукольце вероятно противник подошел городу уже со всех сторон за исключением правда линии северского донца там где река где проходит западная граница северодонецка за рекой уже там лисичанск через северский донец осталось два моста один из них недалеко от захваченного россиянами рубежного и на юге еще есть мост юбилейный главред цензор нет юрий бутусов который сейчас находится в северодонецке показал как выглядит этот мост он полностью простреливается на нем стоят побитые машины а в дорожном полотне огромные дыры через которые просто видно реку после этого я напомню слуга народа марьяна безуглая обвинила бутусова в работе на врага в пособничестве его обвинили мол он помогает россиянам корректировать огонь размещая видео последствия ударов ему в общем-то запретили находиться на фронте быстро ехать через этот мост нельзя и при передвижении днем военная техника становится легкой мишенью при этом очевидно что второй мост который расположен севернее недалеко от захваченного россиянами рубежного еще менее безопасный и простреливается еще сильнее в лнр утверждают что данный мост вообще находится под их контролем и сообщают что через мост юбилейный крупная техника передвигаться не может таким образом в лнр делают вывод что северодонецк полностью отрезан от всей остальной украины также у противника говорят что бои ведутся уже на территории города они только на его окраинах в то же время в украине окружение северодонецка не подтверждают это опровергал глава городской администрации александр стрюк в общем даже если город и не отрезан то сообщение с ним крайне затруднено причиной такой ситуации украинские власти называют преимущество российской федерации в тяжелом вооружении при этом глава северодонецкой уже районной администрации роман власенко заявляет что численного превосходства у противника нет губернатора луганской области сергей гайдай допустил что может быть придется город сдать имеется ввиду с северодонецк он сказал не исключено что для того чтобы не попасть в окружении придется отойти о том что следует отводить войска пока они не попали в окружении говорит и путусов по его мнению нужно сохранить профессиональных украинских военных и не дать попасть им в окружении он также дал понять что команду на отступление боятся дать некие политики которые предпочитают сообщать что все хорошо но и здесь не трудно по моему догадаться на кого он намекал есть еще одна проблемная точка лиман вечером украинский генштаб сообщил что противник пытается вытеснить из населенного пункта лиман и развить наступление на славянск вчера фактически потерю города подтвердил арестович сегодня об этом также заявили в днр губернатор донецкой области павел кириленко сообщал также большая часть лимана не контролируется украинскими военными равно как и светлодарское направление произошла перегруппировка сил в с у для того чтобы занять укрепленные районы враг сейчас находится на территории светлодарской общины то есть судя по его словам и также по заявлению минобороны украинские войска в лимане все еще находятся российские телеграм-каналы тем временем уже публикуют видео лимана с высоты птичьего полета ну или с дрона востоку от лимана наносятся авиаудары по северску южнее в районе попасные бахмута продолжаются бои за трассу бахмут-лесичанск видимых изменений в этом районе нет а власти говорят что дороги не перерезаны хоть и простреливаются противника что означает падение лимана если оно уже произошло непосредственно это не создаст угрозу основным коммуникациям в с у город не имеет такого стратегически важного для россиян расположения для грядущего нападения на эту группировку однако опираясь на захваченный лиман россияне могут развить наступление в сторону святогорска которые уже и так штурмуют со стороны харьковской области захват святогорска а главное захват меловых гор и расположенных там деревень богородичная и татьяновка даст армии российской федерации контроль над высотами господствующими над всем пространством к северу от славянска что усилит наступательные позиции противника а боях за богородичная в последние несколько дней регулярно сообщает украинский генштаб что касается юга украины то сообщается что противник перебрасывает из крыма подкрепление запорожскую область вводят резервы личного состава и техники кроме того группировка противника дополнительно усилена танковым батальоном сторону мелитополя из крыма также проехала колонна военной техники украинской разведки сообщают что россия изменила тактику использования высокоточного оружия если ранее по объекту били двумя четырьмя ракетами то сейчас против цели применяют 8 12 ракет разного формата баллистические крылатые ракеты наземного морского или воздушного базирования об этом рассказал спикер гур вадим скибицкий также россия стала действовать осторожнее в черном море а именно избегает близкой дистанции от украинского берега скибицкий сообщил сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами это четкое боевое дежурство два фрегата четыре малых ракетных корабля две подводные лодки которые постоянно наносят удары по нашей территории с использованием крылатых ракет калибр генштаб вису сообщает что беларусь сосредоточила у украинских границ семь батальонов также вчера александр лукашенко распорядился создать на юге страны то есть ближе к украине отдельный военный округ а также сегодня беларуси объявили о создании народного ополчения что позволит увеличить количество штыков скажем так белорусской армии проще говоря говоря человеческим языком минск создает свою территориальную оборону делая тоже что и украина незадолго до начала войны с россией кроме того вечерние сводки генштаба вису говорится что на границе с украиной активизировались белорусские войска также в гомельской области рядом с границей украины развернута маневренная группа радиоэлектронной борьбы из состава белорусской армии а портал белорусский аюн сообщает что учение беларуси продлили минимум до 4 июня об этом говорит график проведения учений на полигонах беларуси также портал отмечает что участились ночные учения на полигонах наблюдается увеличение летной активности вертолетов отрабатывают маневры и посадку на различной местности связи со всей этой активностью беларуси примечательной является публикация в российском оппозиционном здании медуза издание со ссылкой на источники заявляют что в кремле снова обсуждают возможный штурм киева один из источников медузы говорит программой минимум для объявления победы кремль сейчас считает взятие российскими войсками всей территории донецкой и луганской областей а программой максимум по-прежнему называется взятие под контроль киева мы все равно украину доколупаем скорее всего к осени уже все закончится стоит отметить что если такие планы все же есть то они потребуют очевидно создание новой ударной группировки причем в беларуси для атаки на киев северо-западного направления и в этом плане согласитесь новости из беларуси заиграли новыми красками в украине считают что в россии готовят новые силы для вторжения в нашу страну спикер министерства обороны александр матузианок считает что на военных полигонах погонова и богучар воронежской области идет подготовка до полутора тысяч российских резервистов для мотострелковых танковых и артиллерийских подразделений не исключено что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в украине в целом среди официальных заявлений которые звучат в последние дни но очень много возрады по поводу ситуации на фронте в предыдущем блоге мы с вами об этом уже подробно говорили мало оптимизма и у внешних наблюдателей основной генерал бундесфера и нато ханс лотар домрёзы заявил что украина не сможет полностью противостоять наступлению на донбассе армия российской федерации превосходит украинскую по численности и дальнобойности и украинские силы способны только местами замедлить продвижение противника но дубрёзы считает что с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление по его прогнозам примерно через полгода в украину поставят большее количество дальнобойных вооружений и тяжелых видов вооружения украинские солдаты будут лучше обучены в том числе и работе с этими самыми системами тревогу бьет и британский премьер борис джонсон про него кстати завтра завтра я сделал очень интересный блока его там одной инициативе но тут он заявил следующее я боюсь что путин ценой больших затрат для себя и российских военных продолжает прогрызать землю на донбассе он продолжает добиваться постепенного медленного но боюсь ощутимого прогресса и поэтому абсолютно необходимо чтобы мы продолжали поддерживать украинцев военном отношении ладно раскрою немножко карты о чем будет завтрашний блок буквально сегодня в сми стало известно что джонсон предлагает украине отказаться от этого евросоюза зачем он и предлагает создать новую систему союзов британия польша украина и страны балтии а также возможно чуть позже туда возьмут турцию цель противостояния москве на которые не решается евросоюз во главе с францией и германией по мнению лондона они там саботируют санкции и недостаточно быстро и не в нужном количестве поставляют украине вооружение правда здесь есть очень серьезное ограничение это ресурс деньги их у британии нет столько сколько есть у евросоюза чтобы помогать украине денег нет и у польши у стран балтии тоже поэтому это будет такой воинственный союз но без как говорится золотого запаса а это означает что основа союза будет не очень прочной но в целом понятно причем давно что у лондона со старой европой огромное количество расхождений по вопросу россии и отношений с ней это видно хотя бы потому что евросоюз уже вот которую неделю не может согласовать шестой пакет санкции против российской федерации не могут они определиться и с нефтяным эмбарго то говорили что без венгрии ведут то не вводят и в итоге так и не ввели более того в европе сохранились и посредники в отношениях с россией это джонсон там говорит что никто не сядет с россией за один стол нечего с путиным разговаривать а вот канцлер австрии не хаммер считает иначе и он пообщался с путиным по телефону они обсуждали разблокировку украинских портов обмен пленными переговоры с украиной и со слов австрийского канцлера российский президент готов это обсуждать и в последнее время много как мы видим таких заявлений европейские политики американские дипломаты генри киссингер и правительство италии которая предлагает мирный план единство в европе касательно войны в украине начинает рушиться хотя еще недавно все наоборот сплотились вокруг украине и помогали кто как может теперь давайте поговорим о том что происходит на подконтрольных россии территориях оттуда ежедневно поступают новости я уверена что об этом нужно говорить примеру пушилин сделал несколько заявлений по мариуполю он сказал что ведется работа по восстановлению работы мариупольских предприятий азов маша и медкомбината имени ильича при этом пушилин утверждает что жители мариуполя якобы не хотят восстанавливать азовсталь из соображений экологии мол именно азовсталь была самым грязным предприятием городе и портила курортный воздух сегодня также стало известно что в херсонской области а также в части запорожской области которая находится под контролем россии заработали российские мобильные операторы готовят эти области и ударному экспорту зерна власти скадовской херсонской области говорят что начинают работу по восстановлению порта назначенный россией глава военно-гражданской администрации скадовского района сергей швайко заявил мы его приведем готовности здесь с осени можно будет загружать уже зерно и отправлять в одессе сегодня отреагировали на решение россии открыть гуманитарный коридор из украинских портов заблокированных россиянами в черном море спикер одесской областной военной администрации сергей брачук назвал это информационно-психологической операцией по его словам вся одесская акватория заминирована россией и никакие корабли по его словам там пройти не могут в российской федерации утверждают я напомню обратное что это как раз таки украина заминировала все подходы к одессе врачу считают что заявление россиянами а зерновых коридоров делаются чтобы выставить украину виновной в нехватке продовольствия тогда как это по его словам вина российской федерации он также заявил что россия не согласовывала с украиной работу таких коридоров и киев на это никак реагировать не будет интересно что россия в свою очередь требует от украины разминировать свою акваторию чтобы этот гуманитарный коридор созданный ими мог работать но понятно что с военной точки зрения это будет сомнительное решение ведь тогда россия будет проще подойти к берегам в одесской области и высадить десант вот такая собственно говоря у меня для вас информация к размышлению и на этом у меня пока все с вами была я олеся медведева не забывайте подписываться на наши каналы чтобы не пропускать новые видео страна и канал этот к сожалению недоступен для просмотра в украине доступен через vpn или если поменять настройки в аккаунте изменив местоположение есть канал ясно понятно который можно смотреть и из любой точки мира и телеграм-канал политика страны где всегда больше информации до скорых встреч пока ясно ясно Продолжение следует...